Главный итог 2017 года, как это не странно может прозвучать для экономистов, лежит не в области экономической и скорее всего даже не в области материальной. Речь идет о том, что наконец в российском профессиональном сообществе, да и в общем шире чем в профессиональном сообществе, кажется наступил консенсус относительно понимания того, что российская экономическая модель показывает устойчивое падение примерно на 2% в год в плане ВВП, а при этом реальная оценка ВВП, связанная с изменением цены на нефть, никак не влияет на ядро экономических процессов. Россия превратила в страну постоянной рецессии, в страну, где падают сбережения населения и доходы населения, в страну, где объем инвестиций трагически недостаточно для возобновления роста, а экономическая программа отсутствует и правительство предпочитает плыть по волнам случая, полагаясь на изменение цены на нефть и на действия, связанные с укреплением ее роста или удержанием ее на существующем уровне. Понятно, что такая модель не может долго существовать. Теряя 2% нефтяного ВВП, мы на 5,5% отстаем в среднем от мира в нашем развитии, а технологическое развитие отстает еще больше. Понятно, что изменения какие-то придут, но 2018 год, скорее всего, не будет переломным. В 2018 году другие события будут заслонять собой эту насущную проблему, в частности, выбор президента и даже, наверное, чемпионат мира по футболу, проводимый в России. Скорее всего, через год обсуждать мы будем те же проблемы, примерно в том же составе и теми же словами. Мало кто из экспертов сомневался в том, что в 2017 году мы увидим экономический рост, но принципиальным является вопрос, это выход на новое качество роста или это просто коррекционный тренд вследствие спада в 2015-2016 году и, в общем, достаточно длительная затянувшаяся инвестиционная пауза. Итоги года показывают, что, к сожалению, ряд структурных диспропорций в экономике сохранилось. Более того, мы выходим на старые тренды 2010-2014 года, которые привели нас к стагнации. Это, прежде всего, рост издержек в экономике, это продолжение роста закредитованности населения и сохранение низкой прибыльности и, соответственно, низкой эффективности российской экономики. Все это позволяет сделать вывод о том, что рост во втором квартале этого года был переоценен и оказался кратковременным, а также достаточно пессимистичные оценки роста экономики в 2018 году на уровне около нуля с небольшим минусом или с небольшим плюсом. Итоги 2017 года получились противоречивые. С одной стороны, безусловно, это надо отметить. У нас все-таки хороший показатель по инфляции около 2,5%. Мы раньше о такой инфляции даже мечтать не могли. ВВП по динамике роста тоже все очень прилично на самом деле, где-то 1,5%. Это больше, чем ожидали. Но вот эти достижения, о них надо говорить с оговоркой. Низкая инфляция, да, но при такой рекордно низкой инфляции реальные доходы населения все равно падают. И они падают четвертый год подряд. И за 4 года их снижение составило уже почти 11%. Это, безусловно, минус. Да, у нас рост инвестиций сейчас есть, но он не такой, что обеспечил бы более высокий экономический рост. Я уже сказал, около 2,5% не будет, как надеялись, через пару лет. То, что сейчас будет, это будет 1,5%. И это нам не гарантирует выход на траекторию через 2-3 года, когда темпы нашего экономического роста превысит 3,5%, как, собственно говоря, ставилась задача. Поэтому рост неустойчивый. Вот такие итоги. Вроде бы плюс, вроде бы хорошо, инфляция минус. А вот когда оцениваешь объективно, то получается, что оговорки приходится делать достаточно сильные. Так что противоречивые итоги получились с 2017 года. Продолжение следует...